Здравствуйте! Меня зовут Евгения Августина. Вы смотрите программу «Разберемся». Это совместный проект Общественной палаты Одинцовского района и ОТВ. Сегодня в нашей повестке дня «Дорожный вопрос», а в студии представители комиссии по строительству жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Михайлович Ерш и Антон Андреев. Здравствуйте! Мне кажется, что «Дорожный вопрос» сегодня не только в нашей повестке дня, но и, наверное, в повестке дня жителей центрального региона, потому что ночью обрушился мощнейший снегопад. В Одинцовском районе и раньше отмечались, к сожалению, проблемы с уборкой снега. Вот сегодня, какая сегодня обстановка, по вашему мнению, как оцениваете? Ну, конечно, можно сделать скидку на то, что в последние дни сильные снегопады идут, и коммунальные службы работают. То есть это видно, но очевидно, что не везде они справляются, то есть не успевают. По уборке дворов, также и дорог, то есть проблемы существуют на данный момент. К сожалению. Но хочу сразу сказать, что заговорили мы об уборке снега. Вот телефонный звонок уже перебивают. Телезрители хотят поделиться, наверное, своими проблемами. Здравствуйте! Алло, здравствуйте! Алло, здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? У меня вопрос. Я проживаю на Спортивное 2. Пройти невозможно. Причем невозможно было пройти и до сегодняшнего и вчерашнего снегопада. Кто теперь убирает улицы, мне очень это интересно, потому что тротуары чистит наша управляющая компания, а дороги внутриквартальные не чистит никто. Так как я так понимаю, что это должно убирать город, управляющая компания этого не делает. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Оксана. Оксана, пожалуйста, оставьте обязательно свой номер телефона для обратной связи. Я оставила свой номер телефона. Мне просто интересно, куда идут наши налоговые деньги, почему не убирается ничего, почему я не могу нормально пройти с коляской, не могу перейти дорогу на Новоспортивный в сторону МГИМО, да и отвезти туда ребенка на занятия, почему я по колено вязана на парковке. Вот мне это очень интересно. Что ответят наши участники? Спасибо за вопрос. Давайте дадим им слово. Что ответите, дорогие участники? Ну, я, позвольте, отвечу на этот вопрос. Значит, как вы знаете о том, что буквально недавно в своем выступлении глава района подверг критике действительно самоорганизацию уборки внутриквартальных дворов, территорий, потому что фактически они не убираются. И мы здесь, конечно, как общественная палата видим это и можем только призывать, так сказать, власти просить о том, чтобы эта ситуация была как-то, так сказать, исправлена. Действительно, сложилась какая-то такая, будем говорить, не очень правильная система, я бы так сказал, при которой вот возложили эти пять метров на уборку управляющих компаний, которые зажаты в своей, так сказать, придомовой территории, прилегающей непосредственно к дому. Этот же снег сбрасывается с тротуаров на проезжую часть, а вот убирать внутриквартальные дороги должно, конечно же, администрация городского поселения Одинцова. Значит, там существует муниципальное бюджетное учреждение, Одинцовское городское хозяйство. И фактически, можно сказать, что мы с этой ситуацией знакомились накануне вот этой передачи. 90% всех внутриквартальных дорог по городу возложено для уборки на это вот предприятие. Значит, были, так сказать, некие объективные причины о том, что предприятие недавно создано и действительно не хватает мощностей, потому что, вы сами понимаете, есть поговорка «Готовь сани летом». На самом деле, непосредственно вот это все распределение этих внутриквартальных дорог, подготовка техники, времени было очень мало и действительно не готово оказалось для того, чтобы встретить такие мощные снегопады. Но ведь пока не подготовится, снег уже и сам по себе расстоять может. Я с вами соглашусь, Евгений, зачастую так и бывает, что успеваем убрать, а вот даже вывезти, а вывозить снег, здесь речи даже не идет. Хотя вы прекрасно понимаете о том, что в течение трех суток снег должен быть вывезен с внутридворовых территорий, очищен. На это дается время, то есть он сначала складируется, сдвигается в определенные места, а после этого вывозится. Здесь что-то остается призвать как-то, граждан набраться терпения, обращаться можно по поводу некачественных уборок, конечно, в администрацию, можно обращаться в административно-технический надзор. На добродел, можно наверняка писать. Горячая линия существует. Может быть, телефон, извиняюсь, перебью, может быть, озвучите номер телефона или под рукой его нет? Антон, посмотри. Горячая линия, это интересный. Горячая линия, вот на сайте администрации есть вот такая картинка, то есть представлена. Так, номер телефона 8-495-228-19-19. Если вы считаете, что ваши дороги рядом с домом, рядом с работой убираются некачественно, то можно смело звонить по этому телефону. А если вы хотите задать свой вопрос нашим сегодняшним гостям, представителям комиссии по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на общественные палаты, то номер 8-495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня Олеся зовут. Олеся, очень приятно. Олеся, у вас тоже не чистят? Да, у нас тоже не чистят, к сожалению. Мы живем, проживаем по адресу Можайская, 6-й, дом 105. Вот я сегодня, у меня вопрос, у нас вообще не чистят, потому что машины ездят, сугробы просто-напросто, и на коляску с бордюра просто невозможно спустить. То есть даже дворник не работает сегодня? Не работают дворники. А какая у вас управляющая компания? Ой, Женстроя у нас, по-моему, управляющая компания. Вот такая ситуация. Не только внутриквартальные дороги не чистят, но и дворники, получается, работают плохо. Здесь нужно однозначно звонить, обращаться в диспетчерскую управляющую компанию и требовать уборку. Если уборка не происходит, тот же, опять же, добродел, ну, конечно, там чуть-чуть подольше, да, это происходит, пока обращение спускается. Скажем так, куда действеннее обратиться, на добродел или непосредственно позвонить? Я вот жителям лично всегда советую сначала разговаривать с управляющей компанией, организацией. Если они не видят отклика какого-то от управляющей организации, тогда уже нужно обращаться либо в администрацию поселения городского там или сельского, либо в тот же добродел писать. Но прежде чем продолжить тему уборки и состояния наших дорог, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет. Внимание на экран. На минувшей неделе на основе опроса жителей Московской области Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона составила рейтинг муниципалитетов по качеству дорог. Одинцовский район оказался в так называемой «красной зоне», то есть его жители не удовлетворены состоянием дорожного покрытия. Об этом же шла речь и на совещании глав, прошедшем в администрации района. Руководитель муниципалитета Андрей Иванов подверг резкой критике уборку улиц и поручил в кратчайшие сроки устранить недостатки. Вот, собственно, именно эта новость и стала, скажем так, причиной сегодняшнего эфира, но и снегопад тоже дает о себе знать. 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Добрый вечер. Зовут меня Татьяна. Татьяна, очень приятно. А вы где живете? Я хочу маленькое замечание сделать. Дело все в том, что живем-то мы здесь очень давно уже в этом городе, и много было снегопадов, и погода портилась, и все. Но только у нас, вот, например, сейчас, ну, ничем не лучше, чем были какие-то там 10, 15, 20 лет назад снегопады. Но чистка снега, это вообще-то беспредел просто. Последние 2-3 года это вообще. Поэтому надо решать вопрос серьезно, вот. И не дожидаться, пока люди будут писать там Путину, на Путина выходить или на кого-то еще. Вот. Всего вам доброго. Я надеюсь, что вы меня услышали. Спасибо большое за ваше мнение. Ну, можно дойти до Путина, а можно, наверное, с лопатой уже. Скоро будем вынуждены ходить со своими лопатами. Я полностью соглашусь с тем, что сказала Татьяна. Действительно, люди сравнивают по предыдущим годам. Но это, на самом деле, очевидно. Очевидно, да. Ну, не будем мы кого-то там, так сказать, хвалить и кого-то унижать. Но, тем не менее, наверное, все-таки следует более детально посмотреть именно распределение микрорайонов. Потому что прежде, так сказать, ранее схема распределения достаточно была проста. То есть не было никакого разделения между там управляющими. Никаких пятиметровых изумий. управляющими компаниями. Там пять лета метров или десять метров. Кто газон убирает, где снег складируется. И нес за это некую, так сказать, финансовую ответственность. Это первый вопрос. Второй вопрос в том, что распределение финансов, то есть, вот, как бы, денежные торги вот эти, они происходят запоздало. Эти вещи нужно торговать, конечно же, за много ранее. Допустим, где-то в августе, в сентябре. Для чего? Для того, чтобы подрядчик, который выиграл, он мог бы, допустим, подготовить технику, набрать персонал. Ведь никто сейчас все считает деньги, каждую копейку. Сейчас никто не будет брать лишнего тракториста на работу. А найти тракториста сейчас, в январе, уже проблематично. То есть он вроде бы и рад бы убирать, и готов, и деньги ему под это выделили. Но это поздно. Это невозможно. И вот из-за этого происходит нехватка техники, нехватка дворников, уборщиков и так далее, и так далее. Здесь на этот вопрос нужно более посмотреть... Проблема системная такая на самом деле. Наверное, в этом. Ну вот мы продолжим сейчас на эту тему разговаривать и о пятиметровых зонах, и вообще откуда они, и самое главное, зачем появились. Ну, у нас хочет телезритель в эфир. Он звонил по телефону 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Надежда Николаевна. Да, я хочу задать вопрос членам общественного... Задавайте смело. На сегодняшний день важен очень вопрос о чистке города от снега. Мы утопаем просто в снегу. Ни один год не было такой ситуации, как в этом году. И это неудивительно. Потому что управляющих компаний забрали полномочия чистки снега при домовой территории. Вместе мы смотрим. И на сегодняшний день эти деньги не убрали у нас в квартплаты. Мы платим деньги. Деньги платили не маленькие. У общественников есть такие полномочия участвовать в мероприятиях от подготовки различных мероприятий. Например, подготовка администрации, различных коммунальных хозяйств. Вот я хочу задать вопрос. Общественники принимают участие в таких мероприятиях? И если они принимают, то контролируют и вообще принимают ли какое-то участие в общественного контроля в этой области? На данный момент какие результаты и кто виновен в нынешней ситуации? И будут ли приняты меры к невыполняющим обязательствам организации? Спасибо большое. И кто придумал у нас в районе вахтовый метод? Когда вот хорошо сегодня было очень сказано, что вы звоните в администрацию, звоните в управляющие компании. А члены вот комиссии по ЖКХ, они пробовали дозвониться в администрацию? Они пробовали сами послать письмо, запрос в Добродел. И как Добродел отвечает на эти вопросы? Когда были виновны управляющие компании, то тут же на следующий или через день приходил ответ. Когда виновна администрация, все, мы никаких ответов не получаем. Спасибо, Надежда Николаевна. Давайте дадим возможность нашим гостям ответить на ваши вопросы. Их много, но в общем-то вопросы, наверное, актуальны. Ну, вот по вопросам, Надежда Николаевна, о том, что тема действительно очень горячая. Действительно, Надежда Николаевна, так как говорится, напрямую это дело, так сказать, озвучила, сказала. Мы, как общественники, конечно же, от этого вопроса не уходим. Могу сказать волево, у нас есть все прямые телефоны ответственных должностных лиц. Вот конкретно у меня и у заместителей о том, что мы можем напрямую позвонить. И звоним, поверьте мне, мы звоним и начальникам отделов, и заместителям руководителей, так сказать, администрации, которые отвечают за уборку содержания. Я сегодня накануне вот этой встречи общался и с Павел Самсоновичем Чемурлиевым, и с Улитином Станислав Юрьевичем, узнал, с Журавлевым Андреем Александровичем. Он задавал эти вопросы все. То есть вот то, что озвучила Надежда. Ну что говорят? Говорят, да, вот мы должны, но вот, к сожалению, оказались, будем говорить, не готовы. Будем так говорить. Если, допустим, с Чемурлиевым я там разговаривал, то он понимает, а я что могу сделать? Да, у нас осталось несколько выездов на общей дороге общего пользования, там порядка, да-да. И часть тротуаров, которые мы должны там убирать возле дома. Все, мы вроде бы и готовы, да, и у нее мощная база была, в общем-то, так сказать, подготовлена для того, чтобы убирать. Но, к сожалению, так сказать, вот как-то получается, что отдают это дело муниципальному бюджетному учреждению. То есть фактически власть отдает своему муниципальному учреждению, которое, ну, не готово. То есть на 100% к этим, может быть, есть смысл как-то по-другому посмотреть на этот вопрос. Мы задаем этот вопрос, так сказать, и обращаемся. Есть хотя бы в планах пересмотр вот этой схемы? Я думаю, что вот после вот этих обращений, после вот такого вот накала, я думаю, после вот этой передачи и сегодняшнего, просто из Добродела там масса, наверное, будет обращений. На прошлой неделе на том же совещании было озвучено, что большинство жалоб на Добродел. На Добродел, да. Мы как общественники, вот как один из вопросов, тоже сегодня обсуждали этот вопрос, давайте какой-то, ну, создадим тем, чтобы привлечь внимание. Лопатой возьмем там, я не знаю, там как-то красиво оденемся, выйдем, будем этот снег бросать и создадим какой-то флешмоб, скажем, ребят, ну, давайте вот как-то убирать. Ну, как еще можно? Мы можем только призвать, как-то осветить средства массовой информации. Почему? Потому что на те же смотры дорожной техники, ну, к сожалению, мы читаем из Одинцова инфора. Да, зрелищно красиво. Зрелищно это все красиво, да. Мы там не участвуем, как-то никто не спрашивает, нужно, не нужно. Мы ни в коем мере не ущемляем никакие профессиональные там способности. Есть телефонный звонок, но прежде я попрошу Антона ответить на вопрос, есть ли общественный контроль, ну, скажем так, уборки снега, хотя, наверное, сейчас и так все понятно, но, тем не менее, есть какая-то систематическая работа в общественной палате? Систематическая, да, у нас члены комиссии нашей, вот буквально на днях у нас, да, Елизавета, присылает фотографии, то есть вот у нас здесь вот так происходит, здесь вот так. Я, в свою очередь, смотрю на свой район, я общаюсь, ну, тесно довольно-таки с инициативными группами своего района, гусарской баллады, вот, и вот тоже буквально сегодня, вчера я им задавал вопросы, то есть, довольна ли вы уборкой снега, ну, они сами пишут в чатах, то есть, я вижу, как, то есть, есть по-разному, разные ситуации. У кого-то уже успела убрать управляющая компания, кстати, довольно-таки неплохо, как сегодня видели вот по фотографиям. Да, где-то еще, видимо, не успели, но там же тоже, опять же, существует проблема, например, то, что некоторые дороги не были переданы городу на баланс. Да, это существует большая проблема. Да, убирает управляющая компания до какой-то степени, а там, говорит, вот улица Гвардейская, там убирает город. Городу обращаешься, она не на балансе, но все-таки вот в прошлом году, в прошлом году город шел навстречу, и улицу Гвардейскую, по крайней мере, убирали, хоть она и не была на балансе. Вот в этом году будем смотреть, то есть, мы звоним, то есть, вот я за свой район тоже смотрю, звоню, обращаюсь в управляющую компанию. Вот во вторник вчера встречался с заместителем директора управляющей компании, мы все эти вопросы обговаривали, ну, они пытаются бороться, да, со снегопадами. Пытаются, ну, и то хорошо, наверное, и слава богу, что хотя бы пытаются бороться. 508-86-84, наш номер, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вас беспокоит Валентин Давыдовин Соколова, с Говорова, 4, с 4-го микрорайона. Вот рядом с нами дом, все время там все убирается, а я отражен строя. У нас с лета такой бардак, это просто неуносимо. Вы посмотрите город, в чего превратился с лета. Стыдно, кто приезжает с Москвы, родственники, и говорят, у вас так было хорошо, мы завидовали, везде цветы, убрато. А вот посмотрите, у нас как поменялся вот после Владышева Иванов, вы меня извините, такой бардак стал ужасно. Спрашиваем дворника, вы почему не убираете? А вы что, у меня все отняли, теперь все передали городу. Ходят вот эти вот, летом убираются женщины там это. Да вы что, нас всех сократили, нас всех сократили. Да что за безобразие такое стало? Стыдно, за Одинцова стало стыдно. Внуки, наши внуки, и то видят, детки маленькие, детям объяснить же не объяснишь. Летом листья валяются, осенью валяются, никто ничего не убирает, сейчас снег кругом. Проехать по дьезду сегодня с коляской, еле проехала. Я два раза упала, стыдобище. Вот сейчас общественники прокомментируют, давайте дадим им слово, тоже эмоциональное было высказывание. Хочется искать позитив во всем, листья на газу не лежат, но в общем-то для природы это хорошо. Ну здесь общественники тоже не сидят, конечно, на месте, просто у нас были, обращаются и по звонку, то есть некоторые, у нас были обращения и осенью по поводу листьев, да, и сейчас идут обращения по поводу, ну вот, после снегопада, по поводу уборки снега. То есть, как вот уже Сергей Михайлович ранее сказал, что некоторые вопросы, вот осенью были примером, мы решали в принципе по звонку, да, в ту же управляющую компанию, я лично звонил, у меня вот попалось обращение, что дворник не убирается. Вот, мы определили, что это зона ответственности управляющей компании. Позвонили, убрали, вот, ну, то, что там произошло через месяц, да, возможно, это опять повторилось, и, то есть контролировать каждый двор, конечно, общественник не может в Одинцово. Ну, собственно, и глава района тоже каждый двор, к сожалению, контролировать не может, это все-таки ведомо, вотчины, скажем так, управляющих компаний. Да, получилось так, что управляющая компания оказалась оторванной от своей территории, то есть, перераспределяя эту территорию за каким-то бюджетным учреждением, где, возможно, ну, они понимают ответственность, но человек, убирающий мусор, он не столько ответственный, потому что тот же дворник, он может проживать в этом же доме, да, и он тщательнее будет убирать. Ну, пройдет, так сказать, человек в маечке желтенькой, что-то соберут, что-то не уберут, там, в конце концов, от финансов все зависит, как финансируется это предприятие. Но прежде чем следующий звонок мы с вами примем, давайте все-таки объясним людям, откуда взялась эта пятиметровая зона? Вот многие не понимают, ну, что ж такое, здесь убрали, здесь оставили, как же так? Скорее всего, пятиметровая зона может появиться от того, что земля, которая под домом, она именно вот в этой границе пятиметровой зоны, потому что земли остальные, например, внутри дворовые, они не переданы управляющим компаниям или ТСЖ. То есть все неразмежеванные земли, они остаются в ведении городского поселения, муниципалитета. И, соответственно, муниципалитет является собственником земли и обязан эту землю... Ведь для управляющей компании это не целевое расходование средств, получается. Да, да, да. Поэтому вот от этой зоны появилась, вот есть дом, вот она, пятиметровая зона, то, что, так сказать, находится непосредственно под ведением жильцов этого дома. И на этом было все так далее. Отсюда, да, видимо, все и шло, значит. А раз муниципалитет должен убирать все остальное, значит, он должен все убирать в остальной территории. Поэтому дворники совершенно бессовестно скидывают снег на территорию города. Да, да, да. 508-86-84, наш номер телефона. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Павел. Павел, ваш вопрос, пожалуйста, или, может быть, ваше мнение, касающееся уборки улиц? Да, вы знаете, у меня складывается такое впечатление, как будто бы, знаете, нужно здоровое зло, на больное, наоборот. Павел, чуть-чуть погромче, пожалуйста, говорите, очень плохо вас слышно. Да, сейчас хочется. Отлично. Дело в том, что наши уважаемые оппоненты, они слышали, наверное, о таком микрорайоне, как 8-й Воденцово. Безусловно. А вот мне складывается впечатление, как будто бы о нем никогда никто не слышал. Знаете, нас соединили мостами, да, вот, и слава богу, да, сделали огромный шаг вообще. И тут, получается, такая ситуация. Вот мне приходится добираться с Воденцово в Воденцово на работу. Такая достаточно, может быть, типичная ситуация. Вот. Но есть такая улица южная на территории Воденцово. Вот, опять-таки, хочу задать вопрос. Слышали о такой улице или нет? Да, конечно, слышали, головами кивают. Здорово. Но у меня такое ощущение, что про нее, богом забытые улицы, никто никогда не помнит и не слышал. Павел, там что не так? Вот давайте ближе к проблеме подберемся. Ну, это вообще, ну, понятное дело, что вопрос не потемить вам, то, что на ней никогда в жизни не делали ремонт, хотя построили новый микрорайон Оденцово-1, наверное, все об этом тоже знают, да? Ну, а про уборку этой улицы, ну, я уже молчу, потому что там нужно пробираться не на легковом автомобиле, а вот и на тракторе, который, не знаю, с огромными колесами, потому что там по-другому просто не проедешь по этой улице, да? И вот мне интересен вопрос, да? Вот есть Оденцово-1, новый микрорайон, его построили, да, есть свои там достройщики, свои подрядчики, да? Им пока неинтересна эта улица по той причине, потому что они еще не достроили, и у них нет еще, соответственно, жильцов там, да, или объезжающих, это самое, или покупателей, неважно кого, да? Вот, эта улица привлекает к такому же населенному пункту Оденцово, как и второй микрорайон, и все микрорайоны вместе взяты в Оденцово. Почему, богом забытые улицы Южная, вот, это как называется? Это какой-то... Спасибо, Павел, за вопрос. Мы поняли, вот, давайте поясним ситуацию. Ну, сразу отвечу Павлу о том, что в 8 микрорайоне я лично проживаю, да, в Оденцово-1, поэтому рассказывать про улицу Южную мне не нужно, вот, мы знакомы с этой улицей, знаем, в каком она состоянии находится. На улице Южной, которая, так сказать, связывающей 8 микрорайон до строительства эстакады, да, с городом Оденцово, в прошлом году проводился ямочный ремонт, то есть она ремонтируется, поддерживается. Там были сделаны тротуары, были парковки сделаны возле теплосетей, ремонтировалась ливневая канализация. Павел, наверное, ведет разговор об участке автомобильной дороги, так сказать, которая связывает Оденцово-1, городок, с выездом на улицу Южную. Вот эта дорога, она действительно, так сказать, находится не на балансе, она не на балансе городского поселения Оденцово, ее нет, ее действительно не убирают. Ответственность за уборку Оденцово-1 возложена, естественно, заостройщика. Надо дать должность, что в Оденцово-1, там есть подрядная организация, по-моему, ДСУ или какая-то, и там проезжает постоянно машина, достаточно неплохо чистят, можно сказать, да, потому что застройщик заинтересован. А вот этот вот кусочек, она действительно не убирается. Понятно, озабоченность, ее нужно опять отдать в руки хозяина, опять поручить, так сказать, обратить на нее внимание, ну, обратимся мы, так сказать, в городское поселение, уточним, почему так это. Павел оставил свой номер телефона, потому что это очень важно для решения этих проблем. Да, очень важно, потому что, действительно, там все-таки более полутора тысяч человек живет в военном городке, и они выезжают сюда, в центр, и там транспорт есть, общественная маршрутка. Совсем скоро, я надеюсь, мы перейдем к другой дорожной проблеме, а пока 508-86-84, звонок, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей. Сергей, очень приятно задавать ваш вопрос, если можно, вот, да, вот, коротко. Все. Вот смотрите, господин Йорж сказал ключевые слова в начале передачи, что вот всю уборку снега, всю уборку территории отдали какой-то одной организации, которая оказалась практически не готова к этой уборке, потому что у нее нет ни людей, ни желания обзавестись этими людьми. Пять человек с лопатами бегают по всему Одинцову. Ребята, вот вы общественники, вы очень приятные люди, но вы что-то сделайте для этого, как-то надавите на администрацию, ведь такого безобразия, такого бардака не было еще ни один год. Это вообще, это беспредел, я вам скажу честно. Все, спасибо. Вот такое мнение выразил Сергей. В общем-то, об этом мы сегодня говорили. И предлагаю все-таки хотя бы коротко осветить другую дорожную проблему с транспортной доступностью. Сегодня в новостях говорили о транспортной доступности девятого микрорайона. Есть еще гусарская баллада, в которой много проблем. Об этом тоже говорили не раз. Вот какие-то из них уже удалось решить? Ну, у нас было многим известно, что в ноябре, 16 ноября состоялся круглый стол, на котором мы обсуждали много вопросов по гусарской балладе. В основном там это было строительство школы, то есть нехватка школы, да. И в основном обсуждали мы вопрос доступности детей до школ в Одинцово. Им приходится ездить в данный момент на 18 маршрутке до 12 школы гимназии, до 13 и Дубки в школу. То есть в данный момент маршрута до Дубков, до школы не существует. То есть они выходят на Можайское шоссе на остановку и добираются уже в обычной маршрутке, которая ездит просто для людей, для всех. То есть специализированного транспорта нет? Да, в связи с этим жители высказывали недовольство, то что маршруты были, ну, очень большое расстояние между маршрутами, то есть нехватка мест, то есть дети ездили стоя. Да, да, были маленькие, ну, там маршрутные какие-то транспортные средства, то есть люди просили, чтобы увеличили пассажиры, ну, увеличилось пассажиры место, то есть больше автобусы какие-то пустили. Вот, просили, чтобы мы как-то воздействовали на администрацию, вот, чтобы пустили дополнительный маршрут для детей. Ну, вот, на данный момент я буквально на прошлой неделе разговаривал с жителем, вот, с 18 маршрутом, но сразу нам на круглом столе так объяснили, что дополнительный маршрут для детей там 18 не пустят, но с перевозчиком связались, и в принципе они не против пустить дополнительные транспортные средства, чтобы как-то обеспечить пассажиропоток, ну, перевозить детей. Вот, вроде как с 18 маршрутом более-менее ситуация наладилась. Вопрос у нас сейчас остался вот так же, доступности до Дубковской школы, то есть я буквально вот, когда снегопады начались, это в те выходные, по-моему, вот, попытался сам дойти пешком, пройти, как говорят, пешая доступность существует до Дубковской школы, пройти вот вдоль эстакады, вот это круговое движение, оно не чищено. Если честно, дойти очень тяжело там. Если взрослому тяжело, то другому ребенку. Да, то есть тяжеловато. Вот, поэтому эти вопросы у нас на контроле, в проработке, то есть мы все время связываемся на эту тему с жителями, то есть есть обратный свет. Хотел добавить по поводу левого поворота, скажите, о том, что приняты меры какие? По поводу, да, сейчас в данный момент обсуждался также этот вопрос на круглом столе, то есть чтобы Можайское шоссе, ну, поехало в сторону области, было принято решение о запрете левого поворота на Гусарскую балладу. И тем самым выезд для жителей Гусарской баллады, то есть сделать проще. Собирались пробки, то есть большие перед этим перекрестком. Но вот в данный момент, то есть закрыли левый поворот. Ну, конечно, жители не все соблюдают это. Немного есть замечания, да, жителей. Ситуация улучшается. Ситуация улучшается, да, то есть пробка там на выезд меньше стала. Но есть замечания. Неправильно установлены знаки, то есть нужно немножко скорректировать их. На эту тему мы уже подготовили письмо и в ближайшее время направим. Вот. И нужно время, чтобы оценить эту ситуацию. Ну, и есть еще другая сторона, так как некоторые жители жалуются. Там два въезда в Гусарскую балладу. Вот. Сейчас пошла нагрузка транспортная на второй въезд через Дениса Давыдова. То есть там уже начали ездить и транспортные маршрутные средства. То есть там нужно как-то решать, да, там, то есть чтобы через дворы не было трафика. У нас осталось совсем немного времени. Последний звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Софья. Очень приятно, Софья. Вопрос ваш. Я хотела проговорить по поводу вот этих уборки снега и заодно по поводу транспорта. Вот я живу в пятом микрорайоне. У нас раньше автобусы ездили часто. Во всяком случае, можно было спокойно дождаться социальных автобусов. На остановках стоят очень много народу, пенсионеров. И дожидаться вот 339-й и пятерки очень трудно. Тройки ездят, но они, как вам сказать, не очень удобно заходить к пенсионерам, у кого больные ноги особенно. И там помещается очень мало народу. Понимаете, когда люди уже садятся, допустим, возле отдыхса, доезжают до Гребницкой, там уже народ полно и битков. Вот как-то можно было почаще пускать вот эти автобусы социальные. Я просто знаю, с октября прошлого года сейчас пускают два коммерческих автобуса 339-й, один социальный. Я даже как-то звонила в автобусный парк, это было по осени. В общем, нам ничего там разумительного не сказали. Мы стояли минут 15-20, ждали около Маринки автобусы. Они стоят и нас не брали, потому что пока коммерческие не уедут, они нас не брали. В общем, мы просто стоять, конечно, мне пришлось ехать на коммерческие. Спасибо, Софья, за вопрос. Можно ли как-то увеличить число социальных автобусов? Количество рейсов, это вопрос, все они регламентированы. Они ориентируются Минтрансом в Московской области, выдается задание ПТП. И они, к сожалению, ездят в тех рамках, так сказать, социальных маршрутов, и количество их определено, и не в их полномочиях ПТП сейчас как-то изменить вот эту повлиятельность ситуации, потому что это увязано в финансы социальные, компенсации за эти рейсы социальные. А то, что нужно менять автобусный парк и приобретать низкопольные автобусы... Которые для маломобильных граждан, в том числе подходят. Да, да, именно для так далее. Это, конечно, нужно делать. Тема сегодня горячая. В общем-то, это и было понятно. Надеюсь, что после сегодняшней передачи что-то на наших улицах изменится. Ну, хотя бы прекратится снегопад, это тоже будет хорошо. Спасибо всем, кто провел свое время вместе с нами. Увидимся скоро на канале ОТВ. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!